Здравствуйте дорогие друзья! В ходе сегодняшнего голосования в телеграм-канале наибольший интерес вызвала компания Тинькофф Групп. Поговорим о ней сегодня. Некоторое время назад проводил ее обзор, оценку. Это уже было, наверное, около года назад. Сейчас многое поменялось. Давайте обсудим текущее состояние Тинькофф Групп. Я думаю, что он заслуживает внимания, поскольку есть инвесторы, которые хотят и рассматривают вход в компанию Тинькофф Групп. Есть инвесторы, которые имеют в настоящее время в портфеле акции компании и думают, оставить ли их на перспективу, либо же фиксировать прибыль. И давайте начнем сначала с описания, чем занимаются Тинькофф Групп. Это инновационный поставщик розничных финансовых услуг через интернет. Входит Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Капитал, Совственный Центр, Тинькофф Образование, Тинькофф Инвестиции и все прочее. То есть этот инструмент, я бы так сказал, этот актив, он не является каким-то конкретным банком. Эта структура очень диверсифицированная. И вот именно эта диверсификация по направлениям, здесь и мобильная связь. Собственно, сейчас и Сбербанк, насколько я знаю, и ВТБ, они тоже свою мобильную связь предлагают. Но, естественно, думаю, что это безуспешно. Тут и страховое направление, и капитал, и другие различные стороны, которые позволяют Тинькофф Групп развиваться достаточно динамично. Это здорово. И не рассматриваем его как конкретный банк, рассматриваем его как диверсифицированную структуру, в том числе и финтех. Итак, давайте перейдем к мультипликаторам финансовым. Не буду приводить данные. Наверняка многие интересуются, как состояние здоровья Олега Тинькова, как там, кто поживает, какое изменение в составе совета директоров и все прочее. Я считаю, что это к делу отношения практически никакого не имеет. Нам самое главное, чтобы эти люди были на своих местах. Фамилии их не суть важны. Я думаю, что правление Тинькова, оно грамотно растает всех по местам. Кто будет председателем совета директоров, кто будет коммерческим директором и все прочее, они без нас разберутся. Но Олегу Тинькову, конечно, пожелаем здоровья, чтобы все у него было хорошо. Давайте посмотрим по финансовым показателям, поскольку мы приобретаем актив, компанию, долю в компании, которая обладает определенными финансовыми потоками. Важный момент – это чистая прибыль. И с чистой прибылью проблем никакого у Тинькова нет. С 11 миллиардов в 2016 году она выросла до 44 миллиардов. В 2020 году сейчас еще идет дополнительный прирост данного показателя. Очень существенный. То есть за 1, 2, 3, 4 года, пусть 5 лет, компания в чистой прибыли выросла в 4 раза. Это очень такой великолепный результат. И, конечно же, ни один наш российский банк не может похвастаться. Или какая-либо структура, диверсифицированная таким ростом. В общем-то, он еще плюс ко всему достаточно стабилен. Говорит о адекватной структуре управления, которая позволяет достаточно динамично развиваться. В то же время сохраняя стабильность на рынке. По дивидендам. Тиньков Групп выплачивает дивиденды, но, как правило, эти выплаты, они малопредсказуемые. Тут мы сразу понимаем, что актив, как бы то ни было, он российский. Основная деятельность в России. Наши отечественные люди в основе управления. Соответственно, здесь мы видим различный процент прибыли, который выделяется на дивиденды. И дивдоходность, она достаточно невысока. То есть, был 2018 год, 6,5% здорово, но остальные периоды по дивидендам достаточно скромно. То есть, я бы Тиньков Групп рассматривал в первую очередь как ростовой актив, поскольку основную часть прибыли все-таки компания направляет на развитие. Это признак больше ростового актива, но дивиденды, есть они или нет, их могут стать небольшим таким приятным бонусом. Далее, по чистой прибыли. Еще хотел здесь внести ясность, посмотрел отчеты Тинькова. Есть достаточно хорошие показатели. Совокупные доходы выросли на 21%, чистая прибыль на 57%. В первом квартале 2021 года по Тиньков инвестиции активы под стражей превысили 41,5 миллиардов рублей. И все прочее. Здесь довольно-таки значимые результаты. И что я хотел привести по данным. По данным руководства на 2021 финансовый год и значимый показатель. Мы ожидаем, что чистая прибыль составит не менее 55 миллиардов рублей. Это заявление делает сама компания. И с максимальной долей вероятности Тиньков Групп достигает тех целей, которые он перед собой ставит. То есть, мы по таким отчетам можем составить определенную картину. Но общей динамики, такое небольшое отступление. Если мы смотрим на какие-то американские ракеты, на российские ракеты, которые обещают увеличивать свою прибыль, свою выручку в 100 раз, в 500 раз. Очень красивые делаются заявления. А потом же мы с прошествием времени, отчитываются они 1, 2, 3, 4, 5, 7 кварталов. Мы видим, что в 90% случаев, например, они не достигают своих результатов. В среднем на 1000%, на 100%, на 50%. Если же мы говорим о Тинькове, то, как правило, руководство дает цели и планы достаточно грамотно и достигает их в максимально значимом количестве случаев. Да, бывают промахи, но это такие объективные показатели рынка. То есть, ожидаем, что чистая прибыль составит не менее 55 миллиардов рублей. Что будет означать, вот я подсчет этот сделал, с 2020 на 2021 год увеличится чистая прибыль примерно на 23-25%, может быть, даже побольше. Это, опять же, говорит о грамотности и о том, что компания Тиньков знает, в каком направлении развиваться, и у нее достаточно это хорошо получается. То есть, продолжение развития по финансовым потокам идет семимильными шагами и не планирует останавливаться. Это большой плюс. Давайте дальше по активам. Все растет, капитал растет. Можете самостоятельно зайти и ознакомиться или вот в таком формате, или посмотреть в отчетах данные по количеству акций. Примерно то же самое количество обновенных акций в обращении, прибыль на акцию возрастает, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала стабильна. Я думаю, что Тиньков Групп держит ее в определенном диапазоне, распределяя денежные средства. Важные показатели, если мы говорим о мультипликаторах, о тех данных, которые уже в цене, которые состоялись. ПЕ – это соотношение рыночной цены акций к прибыли годовой, приходящейся на эту акцию. Мы также видим значимый рост. Это такой довольно-таки значимый минус, который заставляет задуматься. Обратите внимание, что ПЕ в 2016 году было 11,6. Как мы знаем, чем ниже ПЕ, тем быстрее стоимость одной акции покрывается прибылью. Это основной стоимость мультипликатор. И он был достаточно адекватен. То есть 11,6, 11,4 в 2017 году, в 2018 году около 8 и 2019 год – это около 7. То есть тут компания была в некоторой недооценке. И что мы видим в 2020 году – это уже 30,5 по предыдущим четырем кварталам. Это 27,3. Довольно-таки существенный рост, который, учитывая то, что актив все-таки российский, и мы должны применять, скажем, такие шаблоны, нюансы именно для российских компаний, конечно же, это очень дорого. То есть российские компании не должны стоить настолько дорого. Даже учитывая их динамическое развитие в районе 25% по прибыли в год. Это мое субъективное мнение, безусловно. Но считаю, в настоящее время, конечно, это дорого. Соотношение стоимости акции к ее балансовой стоимости мы видим, что с четырех, то есть за один доллар фактической стоимости компании, мы в 2016 году платили 4 доллара, сейчас мы платим 10 долларов. Это, безусловно, соотношение price to book 10 очень высоко. То есть это высоко, если говорить и об американских банках и финтехах, это для них тоже дорого. То есть все-таки я считаю, что, учитывая происхождение актива Тинькофф Групп, все-таки, конечно, мультипликаторы очень дорогие. И это связано в первую очередь, вот это соотношение с ростом именно цены одной акции. Мы видим такой стремительный взлет вверх. Соответственно, мультипликаторы также повышаются вслед за котировками. И если смотреть на динамическое образование PE, то когда-то компания торговала в среднем по 6, PE снижалась до 3,7. Это были как раз-таки кризисные времена коронавируса, когда была неопределенность с будущим банком, с возможностью невозврата кредитов физическими лицами, юридическими лицами. Тогда все банки мировые, они хорошо просели. Собственно, Тинькофф в том числе. Мы это не учитываем, это кризисное такое состояние. Ну, норматив для Тинькова я бы определил примерно 10-13. Это было бы оптимальное соотношение мультипликатора PE, в том числе, учитывая будущие финансовые потоки. Да, он развивается примерно на 25% в год, но отражение мультипликаторов в районе 10-13-14, оно бы соответствовало вот этой динамике развития, поскольку тот же самый Сбербанк, банк довольно-таки неплохой, также развивающийся, также пытающийся диверсифицироваться, лоббируется государством и все прочее. То есть мы видим хороший рост и в том числе по Сбербанку, нельзя сказать, что какие-то по нему проблемы есть. И мы посмотрим по мультипликаторам его. Он торгуется примерно сейчас мультипликатором 7, то есть насколько дешевле Сбербанк торгуется по стоимости одной акции по отношению к финансовым потокам, которые он приносит. Здесь мы видим, сколько, 4 раза примерно у них разница в стоимости. Да, Сбербанк не развивается так быстро и не планирует так развиваться. Это уже такая структура довольно-таки неподъемная, но тем не менее она медленно, но идет в гору. И по развитию по той же самой чистой прибыли здесь 541 миллиард, 945 миллиардов и в общем-то с 2020 года по 4 квартала текущих довольно-таки неплохой прирост по чистой прибыли. Мы видим, собственно, здесь больше 25%, но был период определенного застоя в чистой прибыли в 2017-2019 годах. То есть я считаю, что Чиньков банк, он достаточно перекуплен по основным показателям и учитывая будущее увеличение финансовых потоков даже на 25-30%, конечно, все-таки он дороговат. Что еще хотел, какие данные привести? Давайте удалим мультипликатор ПЕ. Какие риски дополнительные имеются в активе? На мой взгляд, опять же, риски России. Находимся в России и в общем-то про каждый российский актив есть определенный риск в том, что какие-то сложатся определенные экономические обстоятельства, политические обстоятельства, где-то может быть разногласия с правительством, могут быть какие-то схемы, скажем, которые приведут Тинькофф Групп к более негативным результатам, чем они ожидают. Это первый момент, то есть мы помним о России, собственно, поэтому мы зачастую в довольно-таки сильных российских компаниях видим низкие показатели по стоимости, люди просто не хотят рисковать. Если приобретать такую компанию, с ней рано или поздно может что-то случиться. То есть возьмем в рассмотрение тот же самый Китай, есть великолепные компании в Китае, которые самостоятельно развивались, очень серьезно наращивали финансовые потоки, потом просто падали, потому что правительство запрещало какую-либо их деятельность, можно сказать, перекрывало пути развития. И вот такие ситуации, они не в первый раз, в том числе они в России тоже возникают. Это первый значимый риск, который должен влиять на цену актива. То есть и тогда уже должно быть не 90, уже мы должны закладывать определенный дисконт в этом отношении, поскольку, как я уже говорил, Тинькофф торгуется намного дороже, чем торгуются финтехи, те же самые американские. И второй значимый момент по рискам, который я наблюдаю в Тинькове, это, безусловно, возможность недостижения тех целей, которые банк перед собой ставит, точнее группа перед собой ставит. Да, замечательно, она развивается на 25% в год, все здорово, но сможет ли актив развиваться дальше такими темпами? Обычно эффект низкой базы, он дает о себе знать. Первые несколько лет идет активное развитие, потом все-таки либо рынок насыщается, либо актив становится более неповоротливым, и уже нет тот потенциал развития. И в случае возникновения такой ситуации, пока все здорово, пока идет развитие, например, через год, через два года, может произойти ситуация, что банку не будет возможности у него развития на 25%, и он откровенно, как он обычно это делает, объявит о приросте финансовых потоков по направлениям, там, мобильная связь и все прочее, например, на 15% или на 12%. Это резко уронит котировки, поскольку все-таки покупаем мы компанию в настоящее время, закладываем будущее ожидание, будущее ожидание – это как раз в цене, то есть если бы сейчас прогноз на следующий год был бы не 25%, а был бы прогноз 10%, то мы бы здесь 90% никак не увидели. Вот такой момент, то есть когда будет исчерпан эффект низкой базы, а он будет исчерпан, вопрос лишь времени, это тоже закладывает определенную долю рисков. Исходя из вышесказанного, что хочу подытожить, безусловно, группа отличная, группа великолепная, очень стремительно развивается, диверсифицированная, но в настоящее время по моей субъективной оценке очень дорогая. Кстати, обратите внимание на объем, который прошел вот в 6 июля, очень крупная сумма прошла на покупку, вопрос, кто его скупает. По самому банку и по самой группе, тут тоже есть моменты, когда я присоединялся к Тинькофф группе в качестве пользователя физического лица, собственно, у меня юридический счет расчетный, открыт в Тинькове, и карта дебетовая, и, в общем-то, эквайринг, и все прочее, активные пользователи Тинькофф банка и продуктов Тинькова. Могу отметить следующее, что несколько лет назад, например, 3-4 года назад, это был совсем другой банк. Было отношение к каждому клиенту индивидуальное, были индивидуальные условия, любой вопрос можно было решить. Сейчас Тинькофф, на мой взгляд, все больше и больше превращается в обычный банк по типу Сбербанка. То есть уже появились такие нотки, что не дозвониться, на вопросы не ответят, ситуацию не решат. В общем-то, переходит в разряд обычных банков. Это нормально, это не какая-то проблема большая, в общем-то, клиентов достаточно много, естественно, с каждым индивидуально работать не получается, и постепенно актив, он так вот костенеет. Надеюсь, что это не произойдет до конца, но пока такие нотки есть. То есть там никто не спешит решить ваш вопрос, никто не спешит, там как-то удовлетворить вас как клиента. Это становится обычным банком. То есть это тоже определенная доля риска, когда банк костенеет, у него появляется гораздо больше конкурентов, которые стремятся развиваться. То есть я и мои знакомые периодически отказываемся уже от продуктов Тинькова в пользу других банков, поскольку уже появляются более интересные предложения в рынке услуг, нежели вот раньше Тиньков, он был, можно сказать, монополистом и предлагал такие условия, которые не предлагал никто. Очень удобно сейчас. Такого развития этих услуг не происходит, но есть развитие таких услуг у иных банков. Вот этот тоже момент стоит учитывать. Исходя из стоимости, исходя из тех рисков, которые я наблюдаю по группе, я бы сказал, что справедливая стоимость компании находится в районе 45-50 долларов. И вот за эти деньги я был бы готов рассматривать компанию. Конечно же, входить сейчас по 90 долларов, по 91 доллару я бы не стал, поскольку вижу, что актив очень дорогой. И приобретая его в текущих ценах, нужно будет заплатить аванс на несколько лет вперед, с учетом того, что динамика останется прежней 25-30% в год. Если она в течение нескольких последующих лет будет снижена, мы увидим значимое, скажем так, падение, снижение котировок. Это мое субъективное мнение. То есть заложен очень-очень большой аванс в котировке в настоящее время. Поставлю банку, тем не менее, в группе оценку 6,5 может быть 7, пусть будет 6,5 все-таки дорогая компания, но она достаточно прогрессивна и тот продукт, который делает группа, он действительно все еще остается уникальным, развитие достаточно приличное. Оценка 6,5, решение принимать, конечно же, только вам. Всем удачи в инвестициях, самое главное здоровья, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok